Налить на стеклах изнутри как бороться? Авто, на колесах 13 января 8.13 налить на стеклах изнутри, как бороться почему зимой потеют стекла в машине и покрываются льдом? Александр, долгих комментариев просмотров 2495. Фото, UX Lashed Us, с тем, что стекло покрывается утром снаружи и нем знаком каждый водитель. Зимой это неминуемо. Но у некоторых стекла покрываются небольшой налитью еще и с внутренней стороны. А если не налитью, то просто потеют. И особенно сильно потеют зимой и осенью. Почему так происходит? Влага зло. Причиной запотевания испаряется вода, которую мы приносим в машину ногами в глубоком протекторе ботинок. Зимой это снег, попадающий в машину с ботинок, при открытии дверей и так далее. Это вода после влажной уборки. Это может быть протекающий в печке антифриз. Да даже влажность, вызванная нашим дыханием, когда в машине 4 вопросительный знак 5 человек, влажность в машине повышается очень ощутимо. Особенно влажное дыхание у людей после пьянки и с перегаром. Осенью, когда еще более или менее тепло, стекла просто потеют. А зимой, когда холодно, теплый воздух в салоне за ночь конденсируется в виде капель воды на холодных стеклах. Они остывают в первую очередь и замерзают, превращаясь в инь или налить. Читайте также, как быстрее прогреть салон машины зимой лайфхаки, которые помогут не мерзнуть в автомобиле. Методы борьбы. Что с этим делать? Можно отскрести лед скребком, но он упадет на панель, растает, испарится и завтра снова будет на стекле в виде льда, круговорот вода в машине. Можно включить печку на максимум, чтобы испарить воду, но она опять так и никуда не денется, а просто перейдет из одного агрегатного состояния в другое. Лучший способ это убрать лишнюю воду из салона. Слейте воду с ковриков, просушите машину феном с открытыми дверьми, если чувствуете, что ковролин под ковриками промок. А прямо сейчас можно включить кондиционер, он сушит воздух. Если кондиционер не включается из-за холода, то включить печку и направить воздух на стекло, а потом хорошенько проветрить машину. Можно также заехать на относительно теплую укрытую парковку под торговым центром и включить кондиционер там, чтобы поработал хотя бы минут 15. Это, кстати, и для самой системы будет полезно. И инспектору, если он вас остановит, это точно не понравится, так что не советую. Чтобы не намокал ковролин под ковриками, можно подложить под них несколько газет или купить одноразовые детские впитывающие пеленки и периодически это все менять. А еще лучше не допускать перепада температур и исключать конденсацию водяного пара. Для этого при подъезде к дому открываем все окна нараспашку, надеваем шапку, застегиваемся под горлышко, выключаем печку и едем так пару минут. На скорости салон быстро проветрится, температуры снаружи и внутри машины примерно сравняются и никакой конденсации не будет. Лед, если и будет, то только снаружи стекла. Новости России. Эксперты назвали самые доступные для россиян иномарки.